Сегодня мы проводим эту конференцию второй раз совместно с Академией наук Республики Саха-Якутия. И позвольте мне от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов северов всех вас приветствовать на этой конференции, выразить благодарность за возможность принять участие сегодня. Конечно же, сегодня вы в курсе всех тех событий, которые происходят вокруг Арктики. Вы видите, что и в этом году уже произошли многие события, которые, по нашему мнению, конечно же, существенно скажутся на дальнейшем развитии этого региона, в том числе наших арктических районов. Я не буду подробно говорить о тех изменениях, которые происходят на федеральном уровне. Мы это все будем в рамках нашей конференции обсуждать. Вчера мы в День Полярника отметили и праздничным концертом отметили включение дополнительно 8 районов Республики Саха-Якутия в арктическую зону Российской Федерации. Поэтому я тоже хочу сказать, что это большое радостное событие для всех жителей арктических районов, но и для всех жителей вообще Республики Саха-Якутия, потому что Якутия многие годы добивалась этого решения. Вы все знаете, что более 20 лет об этом говорилось. С 2013 года руководство Республики Саха-Якутия, государство собрания Юльтумен, депутаты, сенаторы, научные учреждения, образовательные учреждения, наш северо-восточный федеральный университет, все занимались продвижением и решением вопроса о включении 8 районов, потому что мы считаем справедливым, что все те районы, которые за полярным кругом находятся, и по тем условиям, в которых люди живут, конечно же, эти районы являются арктической зоной. И, наконец, это произошло. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин своим указом внес изменение в указ о сухопутных границах арктической зоны Российской Федерации. Для нашего министерства, конечно же, это означает огромную работу, которая перед нами сегодня стоит. Конечно, для республики в любом случае эти 13 районов всегда были одним объектом управления, но теперь уже на федеральном уровне эти районы будут арктическими. Все те стратегические документы, которые сегодня разрабатываются и действуют в отношении Арктики, они будут, конечно же, применяться и в том числе в отношении всех 13 районов республики. Мы имеем поручение главы республики Саха-Якутия подготовить, разработать совместно с Министерством экономики республики Саха-Якутия стратегию развития арктической зоны Республики Саха-Якутия до 1 июня. Поэтому мы решили, что данную конференцию мы посвятили именно обсуждению проекта стратегии. Конечно же, роль науки, технологий в развитии Арктики, она неоценима, она очень большая. И все знаете, что исторически Арктика осваивалась учеными, в том числе, и на основе научных исследований. Поэтому это направление становится все более приоритетным в государственной политике России. И поэтому сегодня целью нашей конференции будет обсуждение и поиск научных решений, актуальных проблем социально-экономического и инновационного развития арктической зоны. Новых технических средств и технологических возможностей по изучению, освоению и использованию ресурсов Арктики. В прошлом году, когда у нас конференция проходила, она была организована также с участием Академии наук, Государственным комитетом Арктики Республики Саха-Якутия, и была посвящена теме коренных малочисленных народов Севера в условиях политических, экономических и социально-культурных трансформаций в рамках юбилейных мероприятий по празднованию 125-летия Романа Ивановича Шадрина, видного представителя венского народа 20-30-х годов. И в этом году мы посвящаем конференцию проекту «Стратегия», но тем не менее мы получили очень много заявок именно по темам коренных малочисленных народов Севера, поэтому завтра мы решили провести круглый стол в Институте гуманитарных исследований, а сегодня на Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии наук. На этом я бы хотел представить наш президиум. И это у нас членов Владимир Михайлович, народный депутат Республики Саха-Якутия, президент торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия и президент общественной организации «Якутская Арктика». Голомарева Елена Христофоровна, председатель постоянного комитета государственного собрания «Интумен» Республики Саха-Якутия по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики. Также приветствуем. Ну и для... У нас еще предполагалось участие Гуглева Виктора Николаевича, заместителя председателя государственного собрания «Интумен» Республики Саха-Якутия, но он сейчас находится на мероприятии в Намском районе, поэтому он попозже к нам присоединится. Ну а сейчас мне бы хотелось со словами благодарности как нашему партнеру предоставить слово профессору, доктору биологии нейрологической наук, члену-корреспонденту Российской Академии естественных наук, президенту Академии наук Республики Саха-Якутия, колодец Николу Игореву Ильина Кентьевичу. Уважаемый президиум, уважаемые участники нашей конференции, ну прежде всего я от лица научного сообщества, от лица Академии наук, президиума Академии наук хочу поприветствовать вас всех участников этой конференции и выразить надежду, что наши предложения, наши замечания войдут в состав стратегии развития арктической зоны. Ну, как сказал Михаил Александрович, недавно был издан указ президента Российской Федерации о изменении предыдущего указа от 2014 года о дополнительном включении ряда территорий восьми улусов нашей республики в состав арктической зоны. Вообще, я должен сказать, что вот включение в состав арктической зоны это не такое простое мероприятие. я не имею в виду сам процесс того, что правительство республики депутаты и депутаты инструментов и депутаты Российской Федерации провели очень большую работу. Пожалуй, самое сложное это все-таки реализовать те желания, те планы, которые закладывались при формировании стратегии и вообще при формировании политики и республики нашей политики депутатского корпуса всех жителей республики в отношении социально-экономического развития этих территорий. Увеличение этих территорий еще на 8 улусов соответственно с увеличением количества проживающих на этих территориях все это накладывает определенную определенные будем говорить определенные требования определенную ответственность всех нас за решение этих вопросов. И несомненно работы должно быть еще больше. Оно и будет еще больше. И вот сегодня я приветствую всех вас с открытия этой конференции. Я выражаю надежду, что в дальнейшем мы все с вами будем плодотворно работать. Поэтому еще раз поздравляю вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас позвольте мне предоставить слово для приветствия председателю постоянного комитета государственного собрания и украинской республики Саха-Икутия по вопросам коридных малочисленных народов севера и делам Арктики Голобаревой Елене Христофоровой. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ В 2008 году были приняты стратегические документы на уровне государства нашего это стратегия развития арктической и зонной программы концепция устойчивого развития коридных малочисленных народов это такой очень глубокий охватывающий все стороны сферы начиная от развития территории зашитые прав кремленно-очисленных народов развития этих народов документы были приняты в 2008 году с того с тех лет мы посещали выступали во многих конференциях форумах завещания заседания и только вот в этом году мы видим как все это уже внедряется мы уже вот чувствуем какие изменения должны быть уже значит выходит такие документы которых мы очень долго ждали ну и конечно от имени народных депутатов которые следили которые были в куче дел за эти годы я благодарю все научное сообщество которое готовило документы обосновывающие вхождение этих 8 это очень сложный вопрос никто никогда об этом не говорит но работа шла тихо и целенаправленно поэтому я считаю институт гументальных исследований северо-восточный федеральный университет во главе лектора Евгении Цаины находение наук республики Саха-Якутия все работали поэтому конечно это большое историческое событие вчера мы отметили вся республика отметила ну и сегодня мы собрались и это не просто так за сегодняшним разговором это будущее наших артических районов сегодня журналист у меня утром спрашивал в 20 минут по вчерашнему дня и один журналист спрашивает вот постановили 202 постановление в этом постановлении в основном значит видят ну расчеты шли от количества населения и как вы считаете какие еще критерии должны были быть учтены то что вчера осен собевич наш елдархат республики сахаритуки принял на себя такое сложное решение наверное очень долго думал и взвешивал но принял в сторону все таки мнение народа которые вот за эти дни очень много писали вау-писем не только осену сергевичу но и парламенту тем что ну принят принимается не очень-то народные меры которые могут повречь какие-то негативные последствия а а в чем я думаю почему такое вот у нас получилось что мы готовили документы наверное не наверное а именно в министерстве экономики центр стратегических исследований которые дают рекомендации но я думаю плохо что они не вопрекли вот в эту работу научных научных наук научного сообщества которые ну того бы рекомендации ни слова такое да вот так нельзя вот последствия какие могут быть поэтому ну а критерии какие должны быть вот я сама в карте с другом работала и критерии какие могут быть это конечно позиции человека который живет на этих коренованные потом сейчас мы говорим о развитии промышленности значит мы должны заранее предвидеть последствия какие будут сколько человек приедет как они будут жить какие какие стациональные объекты мы должны строить мы потом вот основное внимание ну мне кажется сейчас уделяется вакцовом методу а что такое вакцовый метод вот такого понятия варсист варсистском законодательстве нету нету и когда строили раньше промышленные поселки города в основном опять же смотрелись по тысячам века почему вот вот сейчас мы говорим строим в глухой тайпе в глухой тайпе фабрику а на этой фабрике 300-400 мужчин в расцвете сил молодых парней высшим образованием например и вот проследите сколько они должны там работать какие у них перспективы а если смотрите данные данные по разводу семей то вот среди вот этих бахтовиков 51% развода молодых семей а это показатель социальный что внутри вот со всех сторон надо смотреть вот когда мы делаем какие-то шаги мы там не планируем строительство поселка если так то что и смотрите вот сейчас когда мы проводили комитет обратите внимание когда мы проводили 13 пунктов комитета 6 районов мы сократили 3 уборщи а мы заказали 2 уборщи а мы 10 уборщи а куда 30 уборщи кто собирается за этими цифрами что стоит аутсорсинг а что такое аутсорсинг это понятие которые вообще нету в законодательстве Российской Федерации ни в трудовом хочется ни в гражданском поэтому есть такие вопросы над которыми над которыми надо вместе работать мы делали документы вот у нас спрашиваете почему мы сократили или вообще таких же не было Иван Иванович только мы заседали в общественной палате и президенту региональной общественной организации Якутская Арктика пожалуйста добрый день мне очень приятно что у нас проходит мероприятие после чем известной известного форума в Санкт-Петербурге 9-10 апреля где наша делегация республики приняла самое активное участие мы там были мы почувствовали тот импульс который забился у нас в России с чего он взялся всем стало понятно после выступления Владимира Путина потому что арквартики хотят побывать все и даже монголы заявляют свое право на те и смертные богатства которые там есть ну и право так сказать проявить свои возможности я не говорю о других странах которые уже туда смело идут с технологиями не завоевывать а убедить остальных тех что они имеют право это японцы южнокорейцы китайцы вообще ну и так далее ну а когда мы видели Владимир Владимирович как общался с теми президентами Скандинавии и тот диалог который возник то всем стало ясно что Арктику мы никому не должны отдавать не то чтобы не пущать а наоборот привлекать только через себя и через то что мы обычно говорим инвестиции технологии и так далее получать по северному северному и жирный природный газ и угли и так далее никто не говорил про наши зырянские угли про наши нефтегаз в Якутской Арктике даже слов таких не было выступали Асин Сергеевич много выступал солдат выступал мы все выступали не ленились мы говорили о том что Якутская Арктика должна вот как сегодня говорили уже привлечь внимание прежде всего через науку и проференции в нашей Якутской Арктике тоже всего полно но оно что-то лежит мало кто об этом знает об этом знали еще в 30-е годы когда после известной экспедиции Академии наук СССР оживилась работа в нашей Якутской Арктике и известный наш ученый Попов Григорий Иванович в пятом томе мне вот здесь наверное внучка находится с благодарностью я взял несколько домов и дарю их особо важным персонам в Якутии министрам отдельно не всем министрам отдельно даже давать не надо вот а те которые так сказать интересуются вот там проведен весь анализ подушевого населения начиная с количества собак лошадей там и всего прочего и потенциал на что способен вот тот УЛУС там или раньше района были и так далее и так далее и то что мне так далее логистика это все было 30-й год 32-й 34-й 5-й 6-й до войны хорошо что вернулись к этому инициатива правительства и особенно Академия наук Игоря Макеевича ну наших ученых что мы добили что Путин дал такое указание Академия наук что-то там сейчас делает ну правда робко пока мы не видим в прессе ярко какие успехи этой экспедиции которая уже идет идет вот хотелось бы услышать на этом арктическом векторе отдельные результаты прошло уже 3 года что-то должно появиться у биологов у космофизиков без всех проблем севера ну у иконолистов социалистов вот полно предложений как защитить народ там надо деньги а для того чтобы деньги получить нужно обоснование такое тупое как мычание коровы должно быть обосновать в каком смысле а вот таком что значит до 23 лет и старше 55 лет 60 в Москву летает за 7000 тупо доказали путину медведево и летают за 7000 в Москву и обратно за 7000 а в Черске как летаем за 30 тысяч в Тикси за 25 так и летаем а денег всего надо с Гуркин Феррис всего 780 миллионов чтобы уполовинить этот тариф и люди начнут летать общаться друг с другом в шашки играть может один раз в год слетают для этого что нужно конечно нужно экономические обоснования никто не делает это делали мы еще 8 лет назад я для чего это привел примеры у меня их достаточно много если мы не будем наступать на себя вести у нас из-под носа умыкнут все наши инициативы и перетащат другие регионы и мы будем выполнять рекомендации других конференций других векторов называю конкретно Александр Николаевич Мярин вот в зале присутствует только что вернулся из Москвы в Сокольниках в Москве по инициативе нашей торгово-промышленной палаты его личной инициативе прошел вот такой вот круглый стол с участием российских ученых НИИ и так далее по как раз тому чего нам страдаем по транспортной дискриминации какие виды транспортной техники можно использовать в Якутской Арктике в Москве не у нас следующее в Ульяновске в этом году пройдет такой же арктический вектор который перетащил у нас из-под носа о возобновляемых источник энергии в Ульяновске будут рассматривать как в Якутии ветряные двигатели солнечные батареи и так далее мы пять лет проводили конференцию международную в Якутске пять подряд поняли теперь в Ульяновске там появились полярники северяне которые лучше нас разбираются в технологии как у нас в Верхоянском Лусе вырабатывают в Ульяновске вам еще какие примеры все примеры еще есть примеры нельзя допускать должна быть наступательность если мы начали громко сказали Путина привлекли и он дал указание вообще этот результат я бы привел еще несколько примеров но сейчас я бы не будет там отдельный стол это модератор три часа будем тоже говорить на разные темы хотел бы буквально несколько таких вот фрагментов а есть ли вообще потенциал в нашей Кутске верим мы в это дело или нет я отлично верю сто процентов я там пешком все прошел все абсолютно можете проверять по моим командировочным каждую деревню и хаиры и хаиры всякие разные я представляю не просто как люди живут а как же как должны они жить потому что я знаю как они жили до 92 года и как они хотя бы должны жить так же как до 92 года а еще лучше а у них сегодня сковерканное представление жизни у всех вот такой вот лапы Samsung или LG и они владеют сегодня новейшей технологией общаться друг с другом даже в своей деревне и передавать им любую информацию этим заканчивается цивилизация транспорт транспорт и дискриминация не позволяет им делиться кроме как вот по этому штуке по этой штуке менеджеру мессенджеру и так далее а горячей воды как не было как и нет поэтому вот эти диспропорции их нужно правильно показывать в российской федерации а не общими словесами если мы не будем доказывать и то что было поручение Владимира Владимировича поручение какое опять стратегия опять стратегия а когда же начнем плана-то сочинять конкретные планы или называется программа сталинокомнического развития Арктики как российской так и якутской а без программы бесполезно говорит а стратегии ну пусть будет стратегия мы ее обсуждали еще более начитной наверное в конце осталось нам людей не мог я хочу вот буквально несколько штрихов к вахтному методу у молодежи складываются другие абсолютно мнения 5 лет назад мы объявили конкурс вместе с академией значит университетом по случаю 75-летия почетного полярника нашего земляка черенгару Артур Николаевич ему было 75 лет 5 лет назад и мы объявили такой конкурс для студентов для молодежи по нормативно-правовым актам что нужно в Арктике какие нужны законы такие чтобы они ответили на эти вопросы вот такие же трепещущие о чем сейчас я сказал на чем будете выговорить и такой конкурс прошел начинает шепот и наши студенты и так далее проявили максимум инициативы и стали даже победителями в Москву отправили и так далее в этом году исполняется 80 лет челенгару Артуру Николаевичу и мы снова били такой конкурс вы знаете в чем дело когда там изучается опыт Канады не просто Канада кто там ведь в Канаде счастье слово счастье присутствует уже в Конституции чтобы человек жил счастливо насчет счастья жить в Арктике в Якутской вопрос не стоит стоит вопрос достойной жизни это решение нашей партии партии Россия добьемся достойных условий жизни лозунг нашей партии но пока не счастье хорошо опыт не брем так вот чтобы быть счастливыми значит нужно брать опыт правоведов и других всяких разных экономистов Канады ну и других не буду называть страны Арктические в чем секрет давайте подумаем в конце концов дискуссию устроим почему в Канаде на территории северо-западных территорий территории равной и пути 3 миллиона живет 38 тысяч а у нас миллион 38 тысяч всего даже меньше чем в нашей Арктике у нас 68 тысяч живет и там вахтовый метод насчет я не буду сейчас спорить дискуссию ступай с Еленой Христофоровной татары башкиры оренбуржцы откуда я родом из мои там села все работают на вахте все зарабатывают деньги потом приезжают строят дома покупают машины рожают детей и счастливые семьи а где они работают Уренгой Сургут и теперь в Якутии 9 с половиной тысяч татаро-башкирское нашествие Сургут нефтегаз гастром а наших якутов только полторы тысячи крупнейший аэропорт построили Талакани где садятся боинги больше чем якутские вот что такое освоение север Арктики в реалиях и так до 90 2006 года добывали 200 тысяч тонн нефти в Якутии проверьте меня а сейчас 12 миллионов сколько лет прошло вот что значит приехал к нам Путин в 2006 году помните сверху побывал на Родис крестовом и принял решение проференции для Сургут нефтегаза вот вам результат и теперь качаем месяц в СТО и в Китай и так далее вот такие должны быть решения как все конкретные поэтому вахта должна быть рыбы лодятся у нас по сезону всего 5 месяцев в году остальное еще делает рыбак песни поют как он рыбу поймает под двухпетровым льдом только вот подлетка или это летом я не буду рассказывать специфику нашей Якутии Арктики но если мы это дело не рад секретим для тех которые сидят и сочиняют нам программы безжизненные тогда мы просто наступим на те же грабли как было с Минрегионов Министерство регионального развития который Путин разогнал Министерство разогнал Путин значит у Путина есть силы воли как у Зелинского который рад разогнал ликвидировал Министерство потому что они сочинили такую билибердель практику от которой мы до сих пор пикаем но мы же проглотили ту пилюлю ту программу которую сочинил этот деятель влюняет а сочиняли кто? Владимир Николаев я заканчиваю мы знаем что вы можете я хочу настроить на то чтобы во всех наших просто выступлений ярких или каких-то было бы вот этот максимум и предложение желания а выработать вот эти обоснования постараться поработать попотеть ну и последнее поскольку есть люди которые уже отличились в деле освоения Арктики и вложили туда душу и им не стыдно сегодня присутствовать только в этом зале а вообще говорить те слова которые рвутся из души потому что в Арктике можно только так жить по-другому там нельзя там не выживешь по-другому поэтому я сегодня с удовольствием вручаю медаль за активное участие в развитии Северной Арктики нашему самому уважаемому северянину Горохову Ивану Ивановичу позвольте позвольте выручить спасибо Поздравляем Ивана Ивановича Расслужу наверное ранее Спасибо Держи Северной Арктики Северной Арктики